Сочи открылась всероссийская неделя охраны труда. Есть что показать и предприятиям Краснодарского края. Сделали покупку – получите обратное НДС. Сочи стал одним из трех городов, где сегодня заработала система Tax-Free. Порядка 60 медиаэкранов и медиафасадов установят в Сочи. Один из самых больших уже смонтировали на Платановой аллее. От туфельки в 3 мм до 3-килограммовой хрустальной в Сочи открылся новый музей. Как обеспечить защиту транспортного перехода из Краснодарского края в Крым, сегодня обсудили на заседании Национального антитеррористического комитета. Совещание проходило в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что безопасность моста, подъездных путей к нему и объектов инфраструктуры – важнейшая задача для региона. Полицейские и кинологи совместно с вневедомственной охраной дежурят на объектах круглосуточно. Хочу также отметить, что антитеррористическая комиссия Краснодарского края работает в тесной связи с коллегами из Крыма. Совместными усилиями мы обеспечиваем безопасность паромной переправы Крым-Кавказ, строящегося моста через Керченский пролив, а также объектов энергомоста Краснодарский край, Крымский полуостров. Также во время заседания Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала года в России пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек и задержано 189 преступников. В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда. Она открылась в стратегической пленарной сессии «Сфера охраны труда. Достижения и вызовы». Участие в ней принял министр труда и социального развития России Максим Топилин. Ну а тему продолжит Инга Габешия. Четвертый год подряд Всероссийская неделя охраны труда проводится в Сочи. Здесь профессионалы обсуждают вопросы, которые затрагивают интересы миллионов людей. Главный из которых – обеспечение комфортных условий труда и сохранение здоровья работников. Ключевым событием деловой программы стала презентация проекта «Вижн Зеро». Как предотвратить профессиональные травмы, участникам рассказал генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс Хорст Конкалевский. К слову, в прошлом году количество несчастных случаев со смертельным исходом на российских предприятиях сократилось на треть. Это результат совершенствования законодательства в этой сфере, подчеркнул министр труда Максим Топилин. 10 дней назад приняло решение о том, что в Российской Федерации начала действовать под программу «Безопасный труд». В рамках госпрограммы «Содействие занятости» принято решение, что начнет свою реализацию программа «Безопасный труд». Мы должны разрабатывать вместе с вами общие методологические подходы, общие взгляды с тем, чтобы уже работодатели, прежде всего работодатели, вкладывались в дело безопасности. По традиции, именно на этой площадке проходит и презентация инновационных проектов «Выставка современных технологий». Есть, что показать и предприятиям Краснодарского края. В Краснодарском крае есть ряд таких предприятий, продукцию специализированную для того, чтобы мы обеспечили работников разных сфер спецодеждой, специальным оборудованием, чтобы, конечно, обезопасить сегодня производительность труда. Что касается Краснодарского края, то у нас показатели по травмоопасности, в общем-то, мы стараемся их снижать максимально. Вы знаете, что в ряде производственных сфер, тем не менее, это сохраняется, в первую очередь, в строительной сфере. Но культура безопасного труда, она должна начинаться с раннего детства и на самом деле должна начинаться из дома, из семьи. С этой целью Минтруд проводит в стране выставку детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Участие в ней приняло подрастающее поколение из 38 регионов России. Среди победителей – два сочинца. Ну а цель проста – привлечь внимание общественности к проблемам производственного травматизма, начиная со школьной скамьи. Это так называемая профилактика. Сами же предприятия должны гарантировать сотруднику сохранность жизни и здоровья. Один из способов – это оздоровление в санаториях. Так, свое здоровье в пансионатах Сочи поправляют работники различных, в том числе промышленных предприятий со всей страны. На курорте налажена система профсоюзных путевок. Наряду с тем, что они занимаются своими главными задачами, изучают опыт в области охраны труда, делятся опытом. Потом обязательно приехать в город уже со своими друзьями, с семьей на отдых, потому что отдых – это и есть охрана труда. Каждый человек, который пройдет оздоровление в городе Сочи, он точно год будет в хорошем настроении и в хорошем здоровье. И это ему позволит достойно работать без травм и всевозможных ЧП. Охрана труда подразумевает и вопрос охраны прав работника. Этот вопрос также поднимут на Всероссийской неделе. В Сочи же эта работа считается приоритетной. Масштабная борьба с неформальной занятостью, которую ведет руководство курорта, минимизирует случаи, когда бывший сотрудник остается и без работы, и без пенсии, и без социальных гарантий. Для этого в Сочи еженедельно проходят проверки предприятий. Более полумиллиарда рублей поступило в Краснодарский край от госсистемы «Платон». Это взимание платы с грузовиков в качестве компенсации за разбитые трассы. Как рассказал журналист Вениамин Кондратьев, с 2016 года благодаря финансированию от «Платона» Дорожный фонд «Край» получил около 500 миллионов рублей. Деньги направили на ремонт и реконструкцию автомагистралей. В том числе практически с нуля был построен Белореченский мост через реку Белая. По словам губернатора края, на его возведение пошли больше 100 миллионов рублей госсистемы. Новый мост запроектирован под современные нагрузки с пропускной способностью более 10 тысяч автомобилей в сутки. В кубанских школах введут уроки самбо. Выполнить эту задачу глава региона поручил к 2021 году. О развитии спорта в Краснодарском крае шла речь на совещании под руководством Вениамина Кондратьева. С 1 сентября занятия по самбо появятся в 146 школах в качестве третьего урока физкультуры. А уже через 4 года этот предмет станет обязательным во всех учебных заведениях края. У нас 141 учитель физкультуры прошел переподготовку для того, чтобы мог заниматься первичным занятием самбо с учениками школы. И если в этом году эксперимент увенчается успехом, у нас все школы края перейдут на обязательное занятие самбо на уроке физкультуры. Это наш российский вид спорта, самооборона без оружия, которое позволит им быть и физически сильным, и духовным. Отдельно обсудили развитие инфраструктуры в крае для занятий физкультурой. По поручению Вениамина Кондратьева в этом году планируется строительство 20 малобюджетных спортзалов и 10 универсальных площадок. Мы сегодня максимально набрали темп, чтобы молодежь, чтобы жители края занимались спортом. Сумасшедший темп. Поэтому на самом деле первое место в России четвертый год. Давайте дальше теперь не отстанем с условиями, с возможностями для тех, кто хочет заниматься спортом. А это спортивная инфраструктура, это объекты спортивные, в которых можно заниматься спортом на хорошем уровне. Это принципиальное мое решение, что 20 малобюджетных спортивных зала, спортивных комплексов, если хотите, должны в этом году быть построены. Игорь Петрович, если прошу просто заложить эти деньги в бюджете, они уже предусмотрены. И на ближайшие три года, как минимум на 10 спортивных малобюджетных комплексов тоже деньги предусмотрите и сделайте эти статьи защищенными. Самое главное, что вот эти малобюджетные спортивные сооружения мы открываем не в районных центрах и крупных городах, открываем именно в поселках, станицах и хуторах. Там, где другого объекта, где можно заниматься круглогодично, нет. Поэтому, естественно, что это повысит и уровень занятости наших жителей физической культурой и спортом. Еще одним стимулом для развития спорта должно стать внедрение норм ГТО. Сегодня Краснодарский край занимает второе место по реализации этого проекта. В прошлом году сдать нормативы вызвались 188 тысяч кубанцев. Из них 77 тысяч получили знаки отличия. Без компромиссов бороться с самовольным строительством потребовал Вениамин Кондратьев. Проблему незаконного возведения зданий глава региона поднял на краевую планерке. Только в прошлом году в суды было подано более тысячи исков о сносе капитальных строений. Из них 71 – это многоквартирные дома. К демонтажу одного из них накануне уже приступили в Сочи. Мечты о жизни в красивом доме безжалостно рушит ковш экскаватора. Особняк неподалеку от Олимпийского парка в Сочи оказался самостроем. На участке по ТЖС вместо частного дома выросло здание в пять этажей. Застройщик поделил его на несколько квартир и квадратные метры уже распродал. Но места во дворе не хватило ни на автомобильную парковку, ни на детскую площадку. Застройщик пытался сохранить самовольно возведенное здание и даже узаконить его через суд. Но служители Фемиды приняли решение – дом демонтировать. Принципиальную позицию в отношении самостроев уже не раз обозначал Вениамин Кондратьев. Сегодня этот вопрос глава региона вновь выносит на повестку дня. Самовольно построенные дома зачастую не просто портят облик кубанских городов. Жить в них небезопасно. Возводят многоэтажки без соблюдения всех норм и требований, в том числе и противопожарных. Буквально на прошлой неделе в том же Сочи к горящему самострою никак не могла подъехать спецтехника. Более того, поблизости не было ни одного гидранта. За 40 минут выгорело практически два этажа. Но ведь за всей этой ситуацией стоят люди, которые допустили, чтобы этот дом стал живым, обращает внимание губернатор. Есть конкретные виновные в каждой ситуации, которые допустили именно подобные ситуации. Еще раз подчеркиваю. Вот морочить голову и мне, и нам, и людям, жителям, не стоит больше. Есть те, которые читали документы, понимая, но почему-то их подписали. Есть те, которые согласились с судебными решениями и с фактом проживания там людей. А это, в первую очередь, власть. Я еще раз подчеркиваю, я первую ответственность возлагаю на власть. На тех, которые должны обеспечить, в том числе, комфортное проживание людей в нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, а не в самостроях. Потому что это бомба замедленного действия, что по себе и показывают сегодня. Появляется самострой, какой-то эксперт, потом судебные решения, а потом он загорается. Дом. Прошу конкретно разобраться. И не важно, что там будет. Заключение эксперта, без отличия чиновников. Иначе мы никогда порядок не наведем. Для того, чтобы не было самостроек в Краснодарском крае, да вообще, в принципе, должно соблюдаться три условия. Первое – это неотвратимость наказания самостройщиков, которые на этом зарабатывают. Второе – экономическая неэффективность. То есть снос должен быть неизбежным. И третье – это публичность. Если на сегодняшний день во всех средствах массовой информации и во всех интернет-ресурсах, в том числе с привлечением общественных организаций, об этом говорить и показывать, то строительство этих самостроев удастся пресечь, снести все и не допустить впредь. Но в первую очередь жесткая позиция должна быть у власти на местах, считает Вениамин Кондратьев. А иногда муниципальные чиновники принимают абсурдные решения. Шесть лет назад суд обязал мэрию Краснодара предоставить инвалиду участок под строительство частного дома. Исполнить решение администрация города решила в прошлом году и выделила несколько соток на землях многоэтажной застройки. Вениамин Кондратьев поручил детально разобраться в этой ситуации. Ведь здесь явно либо кто-то мешает инвалиду построить дом, либо преследует свои цели, справедливо отмечает губернатор. Вот мне объясните, каким образом нужно так исполнить судебные решения, чтобы не на землях ИЖС, а на землях многоэтажной застройки реализовать это судебное решение. Вот теперь в этом случае что должна делать по закону власть? Она должна проводить общественные слушания и изменять сегодня вид разрешенного использования. Там, где многоэтажное строительство, то есть должно стать жилое. А если люди, жители не поддержат это, тогда выходит, что этот инвалид должен строить на этом участке многоэтажный дом. Вот вы сами себе можете ответить на вопрос, что творим? Не надо терпеть, еще раз подчеркиваю, рядом те, кто занимается такими делами. Это не дела, это делишки, с которыми нужно давно уже завершить. Во всех кабинетах власти, во всех. Хватит испытывать, я уже не раз говорил, терпение жителей Краснодара. Главам районов необходимо активнее вести борьбу с самостроями и не замалчивать, если возникают препятствия, требует руководитель края. Самовольно возведенные дома не должны быть выгодными ни застройщикам, ни власти на местах. Сегодня никто не мешает главам муниципальных образований навести полностью порядок с самостроями. Но еще раз подчеркиваю, когда проходят оперативные штабы, советы безопасности, когда я говорю, есть ли вопросы иные, почему-то ни один глава муниципального образования не поднимает вопрос, что какие-то или судебные решения, или контролирующие надирающие органы мешают ему навести порядок с самостроями, а тихо прижимают хвост, иначе не скажешь. Тогда он заинтересован и показывает мне решение трех инстанций. Если вы молчите на Совете Безопасности, когда находится представитель суда, начальник ФСБ, прокурор, начальник полиции, а вас нечего сказать, значит, вы заинтересованы в том, что вам нечего сказать. Поэтому я еще раз подчеркиваю, никакие судебные решения трех инстанций приниматься не будут, потому что вы молчите, значит, вам первым на руководке судебные решения трех инстанций. Но, как оказалось, противопожарные требования игнорируют не только недобросовестные застройщики, но и владельцы некоторых торговых центров. Это стало вторым вопросом к краевой планерке. Всю прошлую неделю на Кубани проходили проверки торгово-развлекательных комплексов. Этот экзамен сдали немногие. Выяснилось, что в ряде случаев сотрудники ТРЦ просто не готовы к чрезвычайным ситуациям. Не везде срабатывает и автоматическая система открывания дверей. Более того, есть примеры, когда закрыты некоторые выходы для эвакуации. Никто здесь требования не снизит к торговым развлекательным комплексам, пока они максимально не покажут, что не готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Проверки шли уже после трагедии в Кемеровском торговом центре. После. И до сих пор в наших торговых центрах вот эти запасные выходы находятся на замке. Коллеги, ну неужели мы вот такие циничные, абсолютно не понимаем, или настолько гонимся за, даже пусть не копейкой, но рублем, что не понимаем, что цена может быть человеческая жизнь. Я еще раз подчеркиваю, бизнес любой ценой мне и нам не нужен. Ну вот срок дан. Те требования, которые мы предъявили сегодня. Пожарная безопасность. Показали слабые звенья в работе торговых центров. Мы должны сделать все, чтобы все эти замечания, которые выявлены, были устранены. В противном случае предупредите, еще раз подчеркиваю, руководители торговых центров, потому что мы в этом случае, если они не будут устранены в установленном нами сроке, обратимся в суды, в суд о закрытии этих торговых комплексов. Такие проверки не просто разовая акция. Контролировать, как соблюдаются меры противопожарной безопасности, будут постоянно. Причем визиты инспекционной комиссии станут незапланированными. А значит, к проверкам руководители торговых центров не смогут специально подготовиться. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. Ну и дом на улице Ружейная в Адлерском районе Сочи, который начали сносить накануне, был обшит легко воспламеняющимися пожароопасными материалами. Такое заключение сделали строители во время демонтажа здания. Дом сносят второй день. Работы рассчитаны до середины мая. Но не сроки взволновали строители о том, что новостройка представляла серьезную опасность для жизни людей. Дом построен с нарушениями норм пожарной безопасности. Очень много пенопласта, горючих материалов. Кровля вся горючая. Весь дом облицован пенопластом. Балконы пенопластовые. В этом случае пожарной ситуации дом пыхнул, как спичка. Нарушены на придомовой территории пожарные проезды. Расстояние между домами минимальное. При возведении здания застройщик не реагировал на замечания. А они видны невооруженным глазом. Соседи опасались и за свое жилье. Когда делали фасад у этого дома, то вот эти внутренние блоки вылетали. И мужики очень сильно ругались, который фасад. Они говорят, мы фасадом крепим эти блоки. И я сама это лично видела. Сейчас в Эмеретинке сносят две такие самоволки. Работы по демонтажу будут продолжаться. На очереди еще четыре таких объекта. Елена Овсецына, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Ну и продолжаем. С сегодняшнего дня в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в пилотном режиме заработала система возврата иностранцам НДС за приобретенные в России товары. Так называемый «такс-фри». Сегодня сотрудники сочинской таможни показали представителям прессы, как все это будет работать на деле. В нашем городе система «такс-фри» будет работать только в международном аэропорту Сочи. Это общемировая практика, когда иностранец, приобретя товар на сумму не менее 10 тысяч рублей, может вернуть себе налог НДС, который обычно берут при покупке любого товара. В международном секторе С и вип-терминале аэропорта уже установлены указатели «такс-фри». 10 апреля в аэропорту Сочи начинает работать в тестовом режиме система возврата НДС «такс-фри», предусматривающая возможность возврата 18% НДС пассажирами, не являющимися гражданами стран Евразийского экономического союза. Акцент в первую очередь сделан на гостей чемпионата мира по футболу, который откроется через два месяца. Поэтому система «такс-фри» рассчитана на участников и болельщиков международных турниров. Посетив сочинские магазины и сделав большие покупки, они получат специальный чек, который нужно предъявить перед вылетом. В аэропорту иностранец сначала регистрируется на рейс, затем по указателям находит специальную стойку, где представитель таможни фиксирует факт вывоза товара. Он должен быть упакован с бирками и этикетками. Мои обязанности входят проверить товар и проставить необходимые таможенные отметки на чеке «такс-фри». Затем багаж уходит на сортировку, а иностранец уже в обменном пункте получает возврат НДС. Есть и другой вариант, когда чеки с отметкой таможни можно опустить в почтовый ящик оператора и возврат НДС получить на карту. Система «такс-фри» не распространяется на покупку алкоголя и табака. Она пока начинает действовать в трех городах России, а с 1 октября заработает по всей стране. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Насколько готов Сочи к Чемпионату мира по футболу, сегодня оценила делегация из Бельгии. Ее возглавил чрезвычайный и полномочный посол Королевства в России. Гости осмотрели стадион «Фишт», познакомились с инфраструктурой города, а после в мэрии встретились с главой Сочи Анатолием Пахомовым. Сочи примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу. На стадионе «Фишт» 18 июня сыграет и сборная Бельгии. Она сразится с Панамой. Как будет организована в Сочи встреча и пребывание официальной делегации Бельгии, сборной по футболу и болельщиков из Королевства, эти вопросы посол Бельгии Жан-Артур Режебо адресовал главе Сочи Анатолию Пахомову. Его интересовали вопросы безопасности, нюансы работы в Сочи бельгийской прессы, регистрации иностранцев по месту пребывания. Анатолий Пахомов заверил, у Сочи накоплен огромный опыт организации крупных мероприятий, поэтому волноваться бельгийцам не стоит. В свою очередь посол поблагодарил Сочи за теплый прием и выразил уверенность, что чемпионат здесь пройдет на высшем уровне. Хочу отметить очень серьезный подход со стороны Сочи в плане организации чемпионата мира. Для Бельгии Россия не очень известная страна. Но здесь будет во время соревнований много наших журналистов. Бельгийцы будут смотреть матчи и по телевизору. И все узнают, насколько Сочи красивый город. Я лично здесь в первый раз, но уже точно знаю, что обязательно сюда вернусь. Добавлю, что бельгийская делегация посещает все российские города, в которых сборное королевство проведет свои матчи в рамках Мундиаля. Порядка 60 медиаэкранов и медиафасадов установят в Сочи. Один из самых больших уже смонтировали на торговом центре «Мелодия» на Платановой аллее. Где еще появятся современные рекламные мультимедийные конструкции, расскажем в нашем следующем сюжете. Вот так фасад торгового центра на Платановой аллее выглядел несколько дней назад. Там, где раньше размещали обычный баннер с рекламой товаров и услуг, начали устанавливать так называемый медиафасад. Его полотно состоит из десятков фрагментов. Рабочие один за другим собирают пазлы в одну большую мозаику, чтобы уже сегодня сочинцы и гости курорта смогли наслаждаться вот такой картинкой. Огромным медиаэкраном 32 на 10,5 метров. Мы идем вперед, и город должен развиваться на уровне больших столиц мира. Такие экраны находятся и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Токио. Но и мы не должны быть хуже. Тем более у нас город курортный, первый курорт нашей страны. Медиафасад за собственные средства установил собственник торгового центра. Это отличная реклама и самому магазину, и прекрасное украшение центра Сочи. Цена вопроса – порядка 15 миллионов рублей. Такие конструкции стоят очень дорого. На совещании глава города, во-первых, сам поставил задачу дать преимущество тем, кто ставит такие конструкции. Во-вторых, мы продлеваем официально срок размещения и эксплуатации рекламных конструкций такого типа до 10 лет. На новом экране будут транслировать не только рекламу, но и социальные ролики, сюжеты о городе и его жизни. Такой современный подход к рекламе нравится и сочинцам, и гостям города. Это действительно современно, новые, очень интересные вещи. Во-вторых, информация всегда нужна. А красочная информация тем более хорошо. Тем более, да. Поэтому очень хорошо. Чем дальше будет это развиваться, я думаю, для города только будет служить украшением. Очень красиво. Город очень красивый. Это будет только украшение. Не баннеры эти висячие. После чемпионата мира по футболу в Сочи будет проведен конкурс на установку таких современных рекламных конструкций. Всего в Сочи планируется остановить порядка 60 подобных медиаэкранов. Они появятся, например, в Олимпийском парке, в районе аэропорта, на юг спорте и в других знаковых местах. Постепенно город планирует уйти от скучных баннеров. Они должны остаться только на трассах и в спальных районах курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В горах Сочи определят обладателя золотого шампура. За это право будут сражаться лучшие повара города. Необычный конкурс пройдет 30 апреля в горах Красной Поляны. Он откроет фестиваль шашлыка и даст своеобразный старт майским праздникам и сезону пикников. Участники конкурса постараются приготовить самый вкусный шашлык, а строгая зрительская жюри продегустирует все блюда и выберет лучший вкус. Обладатель золотого шампура проведет специальный мастер-класс для всех желающих узнать секреты приготовления лучшего шашлыка. Продемонстрировать свое кулинарное мастерство смогут не только профессионалы, но и любители. Любительские соревнования шашлычников пройдут 1 мая. От женской туфельки в 3 мм до мужской 3-х килограммовой хрустальной в Сочи открылся новый музей. В Сочи переехал Пермский музей миниатюр. А это 3000 экспонатов совершенно разных размеров, форм и направлений. Для них открыто 5 тематических залов – этнический, стеклянный, фарфоровая гостиная, коллекционный зал и зал редких необычных экземпляров, как, например, музыкальный ботинок. Такая удивительная коллекция была собрана за 20 лет. Теперь все это можно увидеть и даже рассмотреть под лупой. Самый маленький экземпляр длиной всего 3 мм. Все мы собиратели с детства на самом деле. Фантики, камушки, стекляшечки собирали. И по жизни проявляется интерес к разным предметам. Ну, наша история – это туфелька, которая вдохновила на коллекционирование вот таких предметов. В нашу коллекцию входят как антикварные вещи, которые приобретаются на аукционах и которые имеют свою историю интересную, так и до сувенирных, декоративных предметов. Есть в коллекции музея уже и совершенно новые модели – спортивные, специально к чемпионату мира по футболу. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напомню, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok